Привет, сейчас я расскажу, как пользоваться приложением. Вы перешли на сайт, запустили приложение, и вы видите немного измененное меню выбора уроков. Так, у нас с левой стороны появились кнопочки. Это кнопки-закладки, которые переводят к первому упражнению каждой группы уроков. Желтые — простые упражнения, зеленые — посложнее, красные — сложные, синенькие упражнения, разминки, рудименты, барабанная функционалка, одним словом. Фиолетовые — это просто шаблоны для творчества. Это предустановленные упражнения, в которых вы можете посочинять свои упражнения. Я вам расскажу о них позднее. Собыл рассказать в основном меню еще про одну штуку. Смотрите. Вот я сейчас нажимаю на кнопочку. Кнопочка раскрылась. Вот есть такая кнопка с ноточкой. Если я на нее нажму, раскроются все кнопки полностью. Возможно, так кому-то удобнее. И в некоторых ситуациях мне так действительно удобно. Вот. И появилась кнопочка «Смотреть видеоурок». Это видеоурок по той или иной теме с YouTube или Routube. Нажимаете, смотрите, учитесь играть на барабанах. Далее. Значит, вы видите вверху панелька. На этой панельке отображается время, которое вы занимаетесь в приложении. Когда у вас работает таймер приложения, у вас засчитывается время, которое вы играете. Так. Окей. Также здесь считается общее количество упражнений, которые вы сыграли. Эти упражнения считаются также, когда вы используете таймер. То есть таймер переключил на следующее упражнение, упражнение засчиталось. Так. Кнопочки с темами уменьшились в размерах. Но если мы наведем на кнопку, кликнем, кнопочка раскрывается, и мы, собственно, можем увидеть, что у нас тут есть в этом упражнении. Так. Время занятий в конкретной теме, количество сыгранных упражнений в конкретной теме и средний темп. Здесь вам будут выставляться звездочки за достижения. Если у вас средний темп превышает 120-140, ну, соответственно, вам будет выставляться разное количество звездочек. Мелочь, но приятно. Так. Информация о среднем темпе, о звездочках после обновления странички у вас будет выводиться. Так. Хорошо. Переходим, собственно, в упражнение. Давайте я выберу вот эту тему. Так. Простые ритмы и брейки. Так. Поехали по каждой кнопочке. Так. Кнопочка домой. Собственно, вернулись обратно. Так. Окей. Слева. Значит, таймер. Таймер смены упражнений. 15, 30 или 60 секунд. Включаем. Через 15 секунд упражнение сменится. Давайте сейчас дождемся эти 15 секунд, и вы увидите, как от чуда упражнение меняется. На самом деле рекомендую заниматься по 30 секунд, если вы еще не очень уверенно играете. Если вы совсем не уверенно играете, тогда играйте по минуте. Если вы уже большой мастер в данной теме, то играйте по 15 секунд. Вот этого вполне достаточно. Так. Далее. Кнопочки измени темпа. Раньше темп менялся у нас по 5 единиц. Плюс-минус меняет темп на 1 единицу. И ползунком быстренько меняем по 5 единиц. Так. Быстрее, медленнее. Понятно. Далее. Кнопка play. Понятно. Включили. Играем. Так. Замечательно. Давайте установлю темп на 85, например. Так. Двигаемся дальше. Смотрите. Бегущий человек. Темпо-трейнер. Это тренажер скорости. Вы устанавливаете нижний темп. И через 3 минуты темп у вас вырастет до 170 ударов в минуту. Давайте включу. Давайте не через 7. Одну минуточку включу. То есть темп будет расти быстро. Так. Включаем. Так. Как вы видите, темп увеличивается. Этот прием я позаимствовал у витаристов. Спид-трейнер, темпо-трейнер. Очень полезная штука для занятий. Так. Хорошо. Двигаемся дальше. Кнопка X2. Переводит метроном в режим 16 нот. По умолчанию у нас метроном работает в режиме 8 нот. Если я нажимаю кнопочку X2, вот размер у меня стал 8,16. И фактически просто метроном начал играть в 2 раза быстрее. Смотрите. Отключаю. Так. Замечательно. Значит, кнопочка X2 в режиме темпа-трейнера не работает. Имейте в виду. Так. Далее. Кнопка «Отключить счет». Смотрите. Вот сейчас я отключил счет перед началом упражнения. Упражнение начинается сразу. Если вас это раздражает, то, что у вас каждый раз считает метроном перед тем, как начать играть, вы можете нажать на эту кнопку, и все. И радуетесь. Никаких счетов за такт. Так. Отлично. Двигаемся дальше. Значит, смена размера. Вот сейчас у нас максимальный размер упражнения 8,8. Я могу менять его, соответственно, от 1 до 7. То есть я захотел поиграть в размере 5,8. Установил метроном. У меня теперь это считает 5 счетов перед началом. И я могу учиться играть в сложных размерах. Вот. Это очень удобный функционал. Соответственно, если у вас общий размер, например, будет 16, вы можете поиграть в размере 15, 12. В общем, сколько угодно долей. Так. Хорошо. Часы. Очень пригодится. Так. Давайте переходим к основному полю с упражнениями. Значит, сверху у нас подписана тема. Количество упражнений в теме, где вы находитесь. Так. Кнопочки со стрелочками листают упражнения. Так. Кнопочка с кружочком и стрелочкой сбрасывать на первое упражнение. Далее. Глазик перечеркнутый. Это скрыть курсор. Если вы не хотите смотреть на курсор, который вам подсказывает, как вы играете. Все. Курсора нет. Курсор есть. Курсора нет. Отлично. Так. Далее. Как вы можете видеть, сверху у меня подписаны слоги такадыми. Это слово, обозначающее 4 удара, 4 счета на ритмическом языке канакол. Этот язык придумали в Индии. Можете поинтересоваться на канале. Я подробно рассказываю про этот язык. Вот. Либо просто погуглите, посмотрите в ютубе ритмический язык канакол. Если вам это непривычно, вы можете просто посчитать циферками. Это всего лишь один, два, три, четыре. Просто на другом барабанском, более удобном языке. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пожалуйста, считайте. Если вам удобно цифрами. Я же, на самом деле, рекомендую все равно считать слогами. Такадыми. Это более музыкально и помогает более точно впоследствии играть. Более ритмично попадать в метроном. Так. Далее. Плейлист с тренировочными песнями. Так. Эти песенки залиты на рутюб и на ютюб. Вот. Вы выбираете какую-то песню. Так. Смотрим, что у нас тут есть. Ну, например, не знаю что. Пускай будет Limbisket My Way. Так. У вас откроется окошко, в котором, собственно, запустится песня. И вы можете потренировать. Песни сделаны в той же нотации. Соответственно, вам нужен доступ стабильный к интернету. И вот, пожалуйста, играйте песенку. Так. Окей. То есть песенки, записанные в нотации приложения. Желтые легкие, зеленые посложнее, красные сложные. Так. Хорошо. Дальше. Встроенный плеер. Вот это очень классная штука. Я заменил тут треки, которые были в предыдущей версии. Так. Здесь у меня появились треки в других размерах. Для тех, кто интересуется джазовой координацией, например. Включаем джазовую координацию. Так. Ну, в этом размере мне нужен размер трехдольный. Тогда это хоть как-то будет работать. Так. И послушаем. Вот. Но лучше, на самом деле, отправиться в джазовую координацию. Так. Ну-ка, где у меня джазовая координация? Давайте посмотрим. Джазовая координация. Часть 1. Запускаем. Так. Идем в плеер. Выбираю трек. Jazz. Ну, поехали. Давайте смотрим. Все. И вы изучаете джазовую координацию. Прекрасно. Так. Очень важное дополнение. Теперь скорость тренировочных треков меняется с темпом метронома. Так. Меняется при этом тон, высота. Но, тем не менее, это небольшая проблема. Зато играть и тренировать упражнения с музыкой гораздо удобнее. Так. Прекрасно. Вот. В общем, супер нужная штука. Ее очень не хватало. Так. Давайте выберу опять другие упражнения. Так. Простые ритмы 8 восьмых. Так. Подойду сейчас для этой объяснялки. Следующая функция в плеере. Кнопочка А. Смотрите. Это я выбираю встроенные треки. А если я переведу плеер в режим B, то я смогу загрузить mp3-файл. Специально подготовленный mp3-файл. И поиграть под какую-то свою любимую музыку. Эти треки нужно готовить специальным образом. Они должны быть с указанием темпа в начале трека. Они должны быть в точном темпе. И они должны начинаться от нуля. Для тех, кто занимается музыкой, звукорежиссурой, сведением, понимают, о чем речь. Если вы не знаете, что это такое, тогда на ресурсах приложения в Телеграме вы сможете найти ссылочку, в которой я буду выкладывать специально подготовленные треки-минусовки для занятий. Там будут собственного сочинения произведения и многие известные популярные песни. Так, ну давайте я сейчас включу просто какой-то трек, за который не забанят это видео. Ну, я надеюсь. Давайте попробуем. Допустим, какой-то металл. Спасибо композитору с YouTube. Так, смотрите, трек загружается. Так, трек загрузился. Включаем. И теперь я могу играть под металл различные классные упражнения в приложении. Давайте побыстрее. Да, то есть трек подстраивается под метроном. Звучит, конечно, смешно в некоторых случаях, а может быть, кому-то и понравится. Теперь заниматься будет гораздо приятнее. Так, хорошо, понятно. В общем, плеер B, плеер A. Очень рекомендую. Далее переходим к редактору. Ну, в редакторе, соответственно, вы можете придумывать свои упражнения. Так, смотрите, вот большой барабан. Здесь, в общем-то, все достаточно просто. Если я хочу поменять какую-то из тарелок, выбираю тарелку Crash. И, например, рисую ее здесь, здесь, да. Так, выключу счет. Послушаю, что у меня получилось. Прекрасно. Не хочу играть по хэту. Хочу играть по райду. Все, заменяю на райд. Пожалуйста. Так. Все. Класс. Теперь я тренирую упражнение с райдом. Так. И хочу это еще поиграть под музыку. Ну-ка, встроенный трек. Поп-рок. Сам сочинял. Отлично. С редактором все понятно. Значит, далее есть у нас две новые кнопочки. Вот кнопочка с тарелочкой, кнопочка с барабанчиком. Давайте расскажу, что это такое. Это шаблоны для партии тарелки и для партии малого барабана, которые можно настроить, и при этом шаблон сохраняется, и вы можете с ним играть полностью ту или иную тему. Давайте покажу. Перехожу в первую красную тему. Здесь это будет интересно. Смотрите. Выбираю редактор. Как только я начинаю видоизменять партию тарелки, она сохраняется в памяти. И теперь, смотрите, если я зажму кнопочку с тарелкой, то вот эта тарелка, которую я нарисовал, она будет сохраняться вместе со всеми упражнениями. Я могу более сложный паттерн нарисовать. Допустим, хочу добавить в конце открытый хэт, и любое изменение сохранилось. Я играю барабанную партию, тренирую координацию ноги, при этом у меня появился какой-то более сложный хай-хэт. То же самое я могу проделать с партией малого барабана. Допустим, захотел добавить малый между здесь, здесь. Так, при этом, смотрите, мне нужно нажать на кнопочку малого барабана, тогда этот шаблон будет применяться ко всем упражнениям. Если же я отожму эти кнопки, то у меня все вернется в исходное состояние. Это то, что в упражнении написано по умолчанию. Так, окей, окей. Вот смотрите, и теперь получается у меня в 100 тысяч раз больше будет новых упражнений. То есть вы можете нарисовать тут гаус-ноты, там тихие ноты, любые ноты, вот, например, вот так. Вот так, ну, можно вообще написать какую-нибудь ерунду, и это будет работать, да? То есть, смотрите, вот ничего нет. Отключил. Вот слушаю, как это звучит, да? Зелаю x2. Включаю шаблон тарелки. Шаблон малого барабана. Переключаю на следующее упражнение. Партия ноги меняется. Шаблончик остается. Вы можете придумать себе просто замечательных упражнений. Убирайте на здоровье. Далее кнопка громкости. Ну, здесь всего лишь громкость метронома, громкость ударной установки, громкость музыки. Все, и меняйте между двумя звуками метронома. Пока больше их не стал добавлять, в будущем, возможно, добавлю. Итак, кнопочка с подсказочками. Подсказки, подсказки, подсказки. Что означают разные кнопки. На этом у меня все. Учитесь играть на барабанах, получайте удовольствие. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok